Нансовые итоги сегодняшнего дня. Я приветствую Олег Богданова. Да, очень интенсивный сегодня день. Вот как раз только что вышла бежевая книга Американского Центрального Банка, Бичбук, и такой же тон, как и у Джейн Тьерлин. Умеренный рост экономики, экономика затормаживается, умеренный рост инфляции, даже некоторые смягчения инфляционного давления в Федрезерве отмечают, и зарплаты растут аналогично, умеренными темпами. В этом же ключе сегодня и Джейн Тьерлин высказывалась. Именно после ее высказываний достаточно мягкая характеристика ситуации. Баланс будут сокращать, наверное, позже в этом году. Ставку могут повысить один или несколько раз. Но не уверена она об этом говорила. Инфляция может вырасти, а может и не вырасти. Вот в таком ключе выступала Джейн Тьерлин, отчитываясь перед Палатой представителей с традиционным полугодовым отчетом ФРС. Он называется «Хемприхокетс Тестимони». И реакция на рынке однозначная. Вверх пошли все активы, рекордные значения. На американском фондовом рынке он растет на 0,7%, а на 1,5% европейские индексы подросли. Доллар. Вот здесь неоднозначная картинка. Индекс доллара упал ниже 96 пунктов, 95,72, но потом стал восстанавливаться. И в итоге евро снизился 1,1417. Фунт подрос. Неплохие данные были по зарплатам. Сегодня 1,2894. Ен тоже укрепилось. 113,26. Российский рубль. 60 рублей. Но здесь сегодня нефтяной день. Большое очень много было информации. Отчет ОПЕК и данные Минэнерго. Запасы резко снизились на 7 миллионов баррелей, но снова растет добыча. На 0,6% она в США выросла. И нефть волатильна от 48,70 до 47,30. Вот такие колебания сегодня отмечались. Сейчас 48 долларов и 6 центов. Через 26 минут закроется рынок. Ну а сегодня мы будем говорить о рынке криптовалют. Там потрясение не менее серьезное. Несколько дней подряд рынок трясло, провалился. Вот сегодня к вечеру образовалась некоторая коррекция. Ну такая даже существенная. По некоторым эмитентам первого эшелона. Вот эфир на 10% растет. Биткоин сам на проценты 0,3%. Главная проблема это потенциальное обновление биткоина. Вот многие радиослушатели интересуются этой темой, темой криптовалют. К чему это может привести? Рынок действительно трясет. Событие очень большое. Может случиться хардфорк или сплит биткоина. Может не случиться. Попробуем в этом разобраться. Попробуем разобраться в тенденциях на рынке криптовалют. И у нас сейчас на прямой связи со студией Коммерсант FM основатель платформы Waves Александр Иванов. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, просьба большая. Поясните, что происходит. Очень многие приходят, просто спрашивают, это конец или не конец, потому что все, кто инвестирует, у них сразу подсознательно мысль в голове находится. Когда-то это лопнет. И вот они все время спрашивают, это конец или не конец. Как вы думаете? Это только начало. Надо понимать, что эта история продолжается уже несколько лет. Развивается все скачкообразно, циклами. Просто сейчас очень много новых людей пришло сюда. И для них это все в новинку. Но это совершенно обычная ситуация. Валюта. Надо понимать, что эта волатильность, она неизбежна. Рынок небольшой, 100 миллиардов долларов, общая капитализация. Ну да, уже 86, уже 86 после провала. И поэтому ликвидность не очень большая. И, соответственно, такие новости, которые сейчас объявлены, либо ожидания каких-то плохих событий, приводят к очень большой волатильности, к большим колебаниям. Но это нормальная история. И нигде не надо ничего бояться. Я так понимаю, Александр, рынок нерегулируемый. И понятно, что бал правят крупные маркетмейкеры, если их так можно называть. Они двигают рынок технически, используют все возможные, так сказать, недостатки. Вот сейчас и возникла нервозность, да? По-моему, до 1 августа эту историю должны обновления биткоина решить. Насколько там серьезна проблема, да? Вот к чему это приведет? Потому что говорят, что и у бирж возникнут проблемы. Вот объясните, пожалуйста. Давайте немножко, в двух словах буквально расскажу, что происходит. Там не так сложно. Дальше будет история с увеличением проходимости сети биткоин, чтобы можно было оставить больше транзакций. Было некое противодействие предложенному плану, которое основано на таком техническом решении, которое называется сети. В технические подробности углубляться не будем. Смысл в том, что... Сегвит-2, да, 2, да? Сегвит-2, да? Сегвит-2, да? Сейчас немножко там история из двух частей состоит. Вначале думали, переходить ли на Сегвит, да? Потом было некое противодействие со стороны китайских майнеров. Потом они согласились. И вот не так давно, в мае, по-моему, месяце, приняли некий роутмен по переходу на Сегвит. Но потом возникло два варианта перехода на него. Сегвит-2, условно говоря. И, соответственно, сейчас они оба имплементируются. И есть некая неопределенность в том, какой из них победить. То есть они оба должны привести к переходу на некий новый биткоин с более высокой пропускной способностью. Но какой из них победить, непонятно. А вот подождите, Александр, я перебью вас. Перебью вот момент, очень важный. А что значит победить? Это значит пользователи все должны обновиться, да? Если большинство обновилось, значит победили или нет? Или должны абсолютное большинство обновить? Или все 100%? Да, разные подходы. Значит, в Сегвите старом там должны майнеры перейти. В Сегвите, который новый, Сегвит-2, там в принципе с 1 августа просто старые блоки не будут приниматься. То есть все должны сказать, что они перешли на Сегвит. То есть там немножко не через майнеров идет, а просто через пользователи сети. Это если вкратце. То есть есть такой сценарий, при котором возможно некое раздвоение сети. То есть он неизбежен, но некая вероятность этого есть. Это когда у вас появится, условно говоря, 2 сети биткоин, в которых у вас в обеих будут деньги, да, так скажем. Так, подождите, вот у меня есть, допустим, 100 биткоинов. Ну, не у меня конкретно, но вообще 100 биткоинов. А если они обновятся, да? Что у меня возникнет? 200 биткоинов, одни старые, другие новые, да? Да, да, возникнут 100 биткоинов в одной сети у вас останется, и 100 биткоинов появится там во второй, условно говоря, да. А с ценой что тогда? Цена, наверное, изменится. И здесь как она изменится, вопрос. У нас есть пример перехода Этериума на... Когда был хардфорд Этериума, когда была история с Дао, появился Этериум Классик, и появился Этериум... То есть появилось 2 Этериума. Ну да, вот Классик, кстати, сегодня на 20%, по-моему, растет. 27-27 даже. Я думаю, люди ожидают такого же сценария, поэтому вот тоже... Перекладываются, да? Александр, подождите, давайте вот секунду буквально паузу сделаем и продолжим наш интересный разговор. Отлично. В ближайшие 20 минут Сергей Полонский виновен, но свободен, решил суд. Чем теперь займется скандально известный бизнесмен и дождутся ли компенсации? Обманутые дольщики об этом через 10 минут на Коммерсант-ФМ. Ну и прямо сейчас Олег Богданов продолжит подводить финансовые итоги дня. Ну и напоминаю, что мы беседуем о проблемах рынка криптовалют, о ближайшем обновлении или сплите возможного биткоина и влияния этого на рынок с основателем компании Waves. Александр Иванов у нас на связи. Александр, ну вот вопрос возникает такой. Если это... Мы говорили о сплите, да, или там о раздвоении биткоина, если вдруг не договорятся. А по таймингу это когда? Это вот я слышал число 21 июля или 1 августа. Когда это все должно случиться? Ну, очевидно, 1 августа, скорее всего, насколько я понимаю, есть технические детали, может произойти эта ситуация, но она неизбежна. И даже если она произойдет, никакого глобального коллапса, наверное, не случится, потому что ситуация похожа на Ethereum Classic. Был Ethereum, стал появился Ethereum Classic, но надо понимать, что с того момента капитализация Ethereum выросла в 20 раз. То есть это не помешало, раздвоение сети не помешало Ethereum вырасти, так как он вырос. Ну вот Litecoin, по-моему, в мае обновился, на Segwit, да, Segwit 2 они? Да. И они выросли в 10 раз, насколько я понимаю. Да, потому что они первые имплементировались в Segwit, и это было интересно очень для всего комьюнити, соответственно, к Litecoin было большое внимание. Поэтому это не катастрофа. Капитализация, допустим, капитализация биткоина текущая, возможно, раздвоится на некоторое время на две капитализации. Bitcoin 1 и Bitcoin 2. Вот еще один... Да. Еще один технический вопрос, Александр. Смотрите, вот я говорил о том, что у меня в кошельке личном находятся эти биткоины, которые потом из ТАП превратятся в 200, да? А если у меня на бирже, на моем депозитном счету, да, и вот ваша, допустим, Waves-платформа, это у вас экосистема своя замкнутая, но я так понимаю, в вашем случае, как произойдет, и как на бирже классической, когда я депонирую биткоины на своем счету биржевом? Вот как в этих случаях будут обстоять дела? Кто получит эти дополнительные 100 биткоинов? Waves, естественно, это замкнутая система, и к биткоину не имеющие отношения, поэтому это нас никак не коснется. Что будет происходить с биткоинами на биржах? Ну, подождите, если в кошельке Waves биткоины, они просто тоже удвоятся, я так понимаю? Ну, да, я думаю, да, естественно. Это будет точно так же, как на бирже, потому что, да, у нас есть биткоины, там поддерживаются через токены, есть токен биткоиновый, но он будет тоже сам, естественно. А на бирже? На бирже будет та же самая история, если все биржи, как бы честные, условно говоря, да, они нарисуют второй баланс. Да, это то же самое происходило с Ethereum Classic, когда у вас появился просто неожиданно, из ниоткуда, из воздуха вам упал Ethereum Classic, и люди были, в принципе, даже рады, что не то, что расстроились, они были скорее рады, потому что неожиданно у них возникли дополнительные эфиры. Поэтому я не думаю, что это плохо. Это такая ситуация неприятная, которая показывает... Ну вот все ее используют, все нервничают, да, все используют это для спекуляции, говорят, что конец света произойдет. Статья, вот уже несколько, по-моему, статьи про прощел, что все, конец биткоина, за закат, на закат Европы, ну, как это, у Шпенглера. Вот, а скажите, пожалуйста, когда это случится, да, вот, начнутся, наверное, какие-то колебания очень серьезные на рынке. Вот у вас в платформе Waves пропускная способность, она же тоже увеличивается, да, вы справляетесь там внутри, потому что, то есть у вас альтернативная биржевая, DEX, по-моему, структура, альтернативная биржевая, у вас как с проходной способностью дела обстоят? У нас будет увеличение, там есть некие ходы, которые мы реализуем до конца лета, и там будет значительно больше транзакций проходить. Вот, и понятно, что Waves платформа поменьше, чем биткоин, и поэтому здесь некие вещи имплементировать проще. В биткоине это уже большая машина, такая индустриальная, там много политики, и, соответственно, все эти вещи, которые непонятно, как будут происходить, вызывают очень большую волатильность, и, конечно, что сейчас происходит, это спекулятивная игра, то есть рынок очень сильно вырос, люди хотят зайти просто не наверху, не на пике, а зайти вот подешевле. Соответственно, я думаю, кто-то специально продавливает этот рынок гильз, чтобы сейчас зайти в нижние его точки. Это обычная история, обычная история фондового рынка, которая история уже... Да, тем более сейчас, я уже, Александр, я уже сам попробовал, различные тут и опционы предлагают, и различные фьючерсные контракты, и леверидж, ну, правда, большой сильно не дают, 500 не дают, как на Форексе, но приличный дают. И вот, естественно, когда такие колебания вышибают все, так сказать, заявки, стоп-лоссы и так далее, ну, будем надеяться, что ситуация разрешится, и система, так сказать, вот эту проблему переживет, и будет развиваться достаточно активно. Кстати, вопрос последний. Очень много инвесторов, вот я знаю, на некоторых платформах миллионы счетов открылись за последний месяц. Люди, я так понимаю, деньги загнали, и ждут как раз вот этой даты, вот этой, вот этой спускового крючка первого августа, чтобы все решилось и начать инвестировать. Вот не кажется, что так сейчас обстоят дела с финансовой точки зрения, как вы думаете? Конечно, конечно, люди сейчас хотят войти в рынок, да, по какой-то приемлемой цене, не хочется покупать биткоин по 3 тысячи долларов, если он стоил в начале года тысячу, да, то есть понятно, что немножко перегрет рынок, и немножко он охладится, туда заведут новые инвесторы. Надо понимать, что история, которая останется с нами, это не спекулятивная история. Надо посмотреть на глобальную картину, усоединить ее за какой-то период, там, месяцов, лет, и вы поймете, что это растущий рынок, в который, в принципе, никогда не поздно войти, и если вы просто хотите войти более эффективно, дождитесь какого-то проседания, посмотрите несколько дней, пойдет ли оно ниже, если оно не пойдет, входите в рынок смело, и тут действительно это рынок, который только начинается, находится в самой-самой начеточной фазе своего развития. А я от тебя добавлю, что когда в прессе пойдут статьи, что все, крах наступил, последние дни сочетены биткоина и других криптовалют, вот в этот день и нужно как раз инвестировать и покупать, и входить в рынок, новый растущий рынок криптовалют. Спасибо большое, у нас на связи со студией Коммерсант FM был основатель платформы Waves, Александр Иванов, говорили мы о рынке криптовалют, но пару слов, у меня минутка осталась, я все-таки о нефти скажу. Сегодня были данные по запасам, как я уже сказал, запасы снизились достаточно резко, но выросла добыча нефти. И что еще сегодня было любопытно, это отчет, конечно, ОПЕК, отчет за предыдущий месяц, за июнь. Оказывается, ОПЕК нарастил добычу на 393 тысячи баррелей, увеличила добычу Саудовская Аравия, Ливия, Нигерия, и вот этот фактор, он, конечно, будет по долгосрочному плану определяющим. Причем сам ОПЕК говорит, что теперь они тайминг, когда рынок сбалансируется, они вообще не ставят, они не знают, когда это произойдет, но балансировка произойдет. Пока цена на нефть держится в районе 48 долларов за баррель, но Goldman Sachs еще, по-моему, вчера, они с утра прогнозировали, что цена может упасть до 40 долларов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ